Всем привет! С вами Джокер, тысяча пятое королевство, Альянс Бой. И у меня есть свежие новости. Для кого-то это прям как бальзам на душу, довольны сейчас услышат. А для кого-то это просто обычные боевые будни, например, как для меня. Ну, начнём со всего по порядку. Вчера у нас закончился перелёт, в нашем полку прибыло. Прилетели достойные, отличные ребята в нашу команду, вступили. Смотрим, сила у нас возросла. Ребята ещё подкопят силу, сделают. Будем играть, как бы развиваться вместе. Сильные замки, ребята. Все рады, особенно я. Альянс развиваться, это самое главное. Так, ну и не всё так просто. Залетел к нам в королевство один охренительно дерзкий японец. Сейчас я вам его покажу. Секунду. Красная точка, он у меня отмечен. Что-то я его не наблюдаю. Секунду, ребят. Так, вот он. Вот этот японец. Летает здесь на своём облике. Пегаса. Сейчас он вышел из альянса. Не знаю, зачем. Скорее всего, что-то мутит опять. Ну и вот. Он обещал нам всех нас убить. Сразу же забрать трон. И так далее. Вот его статистика. Точнее, статистика боевая. Сила. Немножко. Потому что у него армии пока нету. Убийство. Довольно-таки крепкий, короче, паренёк. Ну ладно, прилетел и прилетел, да, как бы. Ничего такого. Не обратили ему особо внимания. Но как он только приземлился в королевство, он мне сразу же написал. Привет. Я говорю, привет ему. Он говорит, я ограблю короля. В смысле, он берёт короля. Тупой перевод в игре. Ну ладно. Я говорю, твой процент. Он меня опять не понял. Спрашивает, хочешь быть королём? Он говорит, типа, да, я пошёл сюда быть королём. Ну и так далее. Пошла переписка, короче. Он там начал говорить, что вот. Я хочу быть королём. Все дела. И я буду, говорит, им, типа. Неважно, типа, с вами или нет. Ну и так далее. Ну ладно, будет. Он и будет, как бы. Я был занят. Особо не отвечал ему. И в этот момент приходит сообщение в нашу группу атак. Прилетает вот такой вот отчётик. Атакует он одного из наших игроков. Пробил его сразу же наглухо с одной атаки. На 19 лямов, да? Нормально так заехал. Проценты у него пехота. Защита тут, все дела у него. Здоровье 359. Бонус к атаке кавалерии 1039. Ну, это, я уверен, это не потолок его. Он просто что-то тут маловато. Потому что были у него атаки после. Там больше по 1150 было. Так. Здоровье 355. Серьёзно, да. Урон наносимый тоже. Но здесь у него альянс так такового нет вообще. Поэтому процентов урона наносимого и снижения, как бы, нет. Зайдёт нормальный альянс. Да, мы ещё, ещё сильнее станет, как бы. Урон при нападении у него здесь 156. Так, где он? Вот он. 158 даже. Но сегодня уже были отчёты у него и по 170 урон при нападении. Такой вот, короче, паренёк. Сразу же он нам тут втесал одному из ребят. Как мы видим, играет он также на кавалерии. Бил Кристиной. Грифончики тут у него. Грифончики тут его уж нет. 24 тысячи грифонов. Видите, сколько они убили? 230 бойцов. 24 тысячи грифонов. Ну, охренеть, да? Молитвы здесь, конечно, зашкаливают. 75. У нас таких нет ни у кого, сразу говорю. И пегасы, как обычно, здесь зачистку просто устроили массово. Два ляма занулили парню армии. Ну, мы тоже парни непростые. Увидели сразу это, быстро среагировали, залетели в игру все, кто были. И один из наших самых сильных игроков, Бауэр под ником Порше, создал Супер Ралли. Сейчас игра проглечится, ребят. Так, создал Супер Ралли. Мы зашли в него. Извиняюсь, чуть-чуть игра тормозит, когда сворачиваешь ее. Мы зашли в него и удачно пробили этого парня. Я так понимаю, не был вообще готов к этому. Просто думал, что вот он все, я тут пап, как король, меня никто не тронет, да? Мы сразу же ему втесали. Пробили его. Здесь уже не такие высокие проценты, потому что он не был готов к этому. Я так понял, стоял он также в атаке, скорее всего. Но точно я не могу сказать. Врать не буду вам. Сами должны понимать. Смотрите ролики у других игроков. Сами воюйте. Урон при обороне 162. Снижение, точнее. Урон в обороне 165. У меня такого нет. У меня 151, 129. Детали битвы. Наш Порше бил на Рыцаря Смерти. Красава. Проломили его. Ребята здесь зашли, сразу же постарались, красавчики. Кто-то использовал навык синего, кто-то так зашел. У меня был навык, я активировал. Вот я с Керстиной залетел. Убил немножко 450 косрей, но довольно-таки неплохо. И Пегасы, и Лучники отработали чуть-чуть. Ребята молодцы. Так вот мы его пробили. Здесь он защищался красным драконом. Понимаете, что здоровье у него выше будет. У нас Катя. Керстина на стене. Пехота его слишком мало. Она сразу же сдохла у него. Поэтому и мы его пробили. Был бы больше пехоты, удержал бы он 100%. Телеги тоже бесполезные. Скорее всего он их просто пожалел удалять, когда перелетал. Ну и опять же Грифоны. Да, здесь просто какую-то, я не знаю, Хиросиму устроили. Мало такое количество Грифонов. Они так валят у него. Смотрим опять тут. Молитвы эти его долбаные. Ну и короче, вот такие вот, ребят, дела. Пегас тут уже себя так особо не проявили. Хотя их было столько же, сколько Грифонов. Смотрите, разница какая. В три раза. Практически в четыре. Подкреплению никакого не было. Поэтому, короче, мы его занулили. Дальше еще соло атаки были, но он, короче, улетел. Ушел в щит и так далее. Вот такой вот к нам прилетел Японец. Такая была у нас с ним первая встреча с этим парнем. Сейчас вам покажу его альянс, чтобы вы понимали вообще. Вот его альянс. Особо ничем не выделяться. Ни науки тут, ничего толком нету. 80 человек всего. Ну, к альянсу там хиленькое. Чудо, естественно, слабое. Если он нормально зарядится с чудом, с наукой, то будет нам, как говорится, еще одна беда, пожалуй. Бойцы у него тут есть, но не такие же, как мы, средние ребята, короче. Но в его ралли это будет жестко. Ну и вот, что нам обещает этот Японец, ребят? Говорит, что в субботу этот трон будет его. Ждем субботы. Вы можете ждать вместе с нами, зайти к нам посмотреть, потом на досуге, что здесь будет происходить. Обещает он захватить. Сейчас у нас король Кира. Ребята здесь наши стоят на постах. Ну, посмотрим. Я планирую переносить их в замки, пробивать их в ралли, его школьных друзей. Потому что он обещал армию сделать и завести сюда 5 миллионов армией. Ну, посмотрим, что он будет делать, как бы. Вот такие вот новости, ребят. Такой вот Японец нам прилетел. Кто-то будет злорадствовать. Наконец-то, типа, появились соперники такие в 2005-м убой. Ну, а для кого-то это вот, как для меня, так, серьезный соперник. Надо отнестись к нему с уважением. Ну и дать хороший бой. Ну, ребят, кому понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Кому интересны новости нашего королевства, я буду продолжать рассказывать о наших событиях, наших боях, что у нас тут происходит. Ну, а на этом заканчиваем. Всем удачной игры. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok